Кризис преодолели или нет? Гройсман или Яценю? Что идет Ирина Граченко, например, из Интера, или Ирины Граченко, это правильно или нет? Только час покажет. Но время показало, что вы, наверное, все-таки не проиграли. Знаете, я хочу сказать, что так же мы сейчас не можем говорить, кто лучше, вы или Евген Кисельев. Это абсолютно безтактовное вопрос. Я могу сразу ответить на этот вопрос. И на самом деле, какой будет ваша программа? Это только смотрители дадут оценку. А мы тут все европейцы, в этой студии, несмотря на те, какие посады мы занимаем, я сподіваюсь, в каких партиях мы есть. И европейская традиция – это давать оценку уряду принаймні через 100 дней в первую оценку. Действительно, что не прошло даже 100 годин, поэтому я пропоную снять с вашего сайта это некорректное опитывание. И больше опитывать, например, людей про то, чего они ожидают от уряда Гройсмана, чтобы он был лучшим. Это будет правильно. Но что касается того важного, действительно, кроку, который вчера сделала команда, которая показала свою ответственность, это ответственный крок. Потому что, очевидно, что общество сегодня мало интересует прозвища у влади, интересует результат, интересует действие. И, что способна будет эта команда, которая заявила, что она готова взять на себя результат, показать действие, 100 дней. Давайте посмотрим. Но важно тут отметить, что в этом уряду действительно нет 100 дней. Потому что, на самом деле, мы действительно находимся в надзвичайно сложной экономической ситуации, в очень непростой ситуации, где наоборот наш ворог радует, когда мы слабые. И посмотрите, дорогие зрители, как за последние месяцы за последние годы ситуация на фронте. Я в Минске чувствую от последние недели, насколько похабнее себя стали поводить наши оппоненты. Потому что, когда они чувствуют нашу внутреннюю слабость, это даёт им привид, знаете, тиснуть на Украину. И поэтому я хочу сказать, что очень важно, чтобы мы, оставшись, возможно, оппонентами в середине страны, не были оппонентами до Украины. А те люди, которые вошли к коалиции, те люди, которые взяли на себя ответственность, они показали, что они есть люди из государственной позиции. Хотелось бы просто подстегнуть, чтобы они это как можно быстрее показали. Вы говорили о временных рамках, 100 дней. Есть ли у Украины эти 100 дней? Нет, нет. Но есть традиция политическая европейская первые оценки давать через 100 дней. Какое время, грубо говоря, на раскачку есть у этого Кабмина? Может ли страна ждать эти 100 дней?